Так что мы записываем, как мы записываем. Кто будет работать с нашими телами и даст нам частную сессию на наш коллектив, кто присутствует и кто будет потом смотреть и присоединится позже к нам и будет позже смотреть нашу запись. Ну что, начинаем. Благодарю. Да, начнем. Хорошо. Так что я могу сделать, что, во время мы говорим, я буду работать на воли. Но, чтобы это сделать, это очень полезно, если я могу видеть вас. Так что, если вы хотите, чтобы я работаю с вами, перейдите видео. Да, и просьба от Грега, он даже будет во время он будет вести наш вебинар, он будет работать одновременно с нашими делами. Для этого, чтобы он мог работать, пожалуйста, включите свои камеры, чтобы он вас видел. Включите камеры, пожалуйста. Звук не надо, камеры. Их. Хорошо. Это просто делает для меня легче с вами работать. Это делал для меня просто легче с вами работать. Угу. 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 Ваши барьеры и расширены вы. Хорошо. Хорошо. Итак, мы будем говорить о... Я не помню. Что мы будем говорить о? О позволении для себя, для себя. А что позволение для вас всех значит? Это про что? Вы знаете, люди думают, что, чтобы быть в позволении, нужно позволить всем делать все для них. Многим кажется, многие считают, что позволение это про то, что позволяет всем остальным делать все, что они хотят с ними. Вы видите, это... Но это не так, это неправда. Быть в позволении — это признавать, что у людей есть выбор. Может, мы не будем соглашаться с их выбором, но мы признаем, что у них есть собственный выбор. И как мы можем быть самим собой в позволении? Так как мы всегда себя осуждаем, что мы знаем прямо сейчас. Мы судим свое прошлое и то, что мы про это знаем сейчас. Но многое, что мы знаем сейчас — это из-за тех выборов, которые мы делали в прошлом. И мы часто смотрим обратно, что происходило раньше, в прошлом. Это невежество к самим себя, не уважение к самим. Вы знаете, как ребенка, первое время вы ходили на снегу, с ногами. Что вы научились? Может быть, это в начале было очень радостно, несколько секунд, а потом это больно. То есть, если вы пасеком выходите в снег, а следующий раз вы оденете ботиночку, когда выйдете в снег. Каждый раз, когда нам кажется, что мы в прошлом сделали какую-то ошибку, что у нас был выбор. Что случилось, если мы просто признаем, что у нас был выбор? И мы делали выбор на основании, что мы тогда знали. У меня есть старший сын, которому я всегда говорил, не трогай, не трогай. Не трогай, не трогай, не трогай, не сунь руку туда. К несчастью, у моего сына он дотронулся и его руку туда протянул. И он очень сильно поранил себе руку на ожог. Но даже сейчас, когда он почти 40 лет, он очень осторожно относится к горячим вещам. И он тоже научился тому, о чем ему говорил папа. Таким образом, позволение это действительно признать кто мы и кем мы являемся. И не судить, что правильно, что правильно в нас. И просто отметить, что это выбор, который мы можем сделать. Это не право или право. Универсия не имеет точек зрения. Но в любом случае, нет хорошей энергии, нет плохой энергии. Это просто энергия. Это просто энергия. Таким образом, когда мы просто пытаемся найти правильный выбор. И просто готовы сделать нашу выбор. И когда мы не напрягаемся сделать правильный выбор, а просто делаем выбор. Сколько много легкости это в вашем вселенной создаст. И сколько напряжения уйдет из вашего мира. Сколько легкости у вас будет с вашими телами. Когда мы не судим себя и останавливаемся это делать и судим свои выборы. Мы начинаем видеть новые возможности, которые мы до этого не видели. Мы действительно делаем. Потому что, когда вы себя осуждаете, вы не можете видеть ничего за пределами этого. И когда вы перестаете себя судить, вдруг появляются выборы, которые позволяют изменить ситуацию, в которой вы находитесь. Мы получили сообщение от женщины в Будапесте. Мы получили сообщение от женщины в Будапесте. И она... Она плачет, потому что она часть группы, которая пытается ее выстрелить. Почему она плачет? Потому что... Потому что была группа, которая пыталась ее вытолкнуть из какой-то группы. И она себя делала неправильно. Потому что... И она себя делала неправильно. Потому что... И казалось, что она этим людям не нравилась. Спрашивайте, что это? И... 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 Я ... Почему ты тогда пытаешься понравиться тем людям, которым ты не нравишься и тратишь очень много энергии на это? Она считала себя неправильно и сделала себя неправильно за выборами других людей. У нее не было позволения для себя и для своих выборов и выборов других. И в голове она должна быть правой, она должна быть правой. А ум говорил ей, что-то со мной не так, вот точно со мной что-то не так. Так что все это не было позволения в ее университете или для возможности, что все она должна была сделать, она не видела. Так что где вы не в позволении себя самих? Где вы себя делаете неправильным? Я сказала, что это никто не имеет отношения к тебе, никто не имеет отношения к тебе. Я думаю, иногда я гуляю с Габи, и я смотрю, что Габи прыгает через землю и все эти жесткие места. Она просто прыгает вперед очень счастливее в свет. Еще раз, пожалуйста, с Габи. И иногда я гуляю с Габи, а она прыгает по травке как фея. А я как медведь, такой огромный гигант, хожу по земле. И я думаю, ах, почему я знаю, что я так большой и тяжелый, ах, ах. Такой неуклюжий. Я должен напомнить себя, что я выбрал быть такой большой, для других причин. И я сделал эти выборы очень, очень давно. И я могу делать вещи, которые Габи не может делать. Она даже не может мечтать о тех вещах, которые я способен сделать. И это делает для меня легче быть позволением с собой и позволением моих выборов, и позволением с моим телом. И очень интересно, когда я в позволении себя и для своего тела, для меня вещи происходит легче. Так что мое суждение о себе делает меня больше, не меньше, кстати. И так что, просто приходя в этот пространство позволения, вещи могут меняться. Нише в то, просто, чувствуете свое тело. Вот прямо сейчас. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте. Что происходит, когда вы опускаете свои баррельки, когда только за минуту вы посмотрите на свое тело с точки зрения благодарности? Что происходит, когда вы чувствуете ваше тело из пространства благодарности за него? У вас две руки, которые двигаются. Вы просыпаетесь каждое утро. Это может быть очень раздражает, если вы просыпаетесь и нет счастья, радости в ваших мирах. Это может, на самом деле, опустить нас на смарку в ваш день. Что может случиться, если вы признаете себя? Это не тряпка. Вы не позволяете людям, чтобы они над вами издевались и по вам ходили. Я в позволении самим собой и своими выборами. Потому что я знаю, что я делаю свои выборы на основании того, что я знал и знаю. И я не могу только так. Я не могу делать свои выборы на основании, что Ангела знает, что Лена знает, что Ирина знает. Я не могу. А что потребуется, чтобы быть в позволении с самим собой, с вами? Для меня все начинается с благодарности. Благодарность за моё тело. Благодарность за моё тело, что я просыпаюсь каждое утро. Благодарность за моё тело. Благодарность за моё тело. Благодарность за моё тело impressive всё это dáга? … Подумайте прямо сейчас о чем-то, за что вы очень благодарны в вашей жизни. Подумайте о чем-то или о чем-то, это не важно о чем вы сейчас будете думать, найдите это. Почувствуйте это чувство благодарности. Позвольте вашему телу почувствовать это чувство. Когда вы вдыхаете, чувствуйте радость этого чувства благодарности. Почувствуйте, как ваше тело вдруг становится живым, оживляется. Как вы теряете границы самого себя в этот момент. А что если вы будете чувствовать эту благодарность, когда вы каждое утро просыпаетесь? Что случилось, если каждую ночь ваши последние думания были на благодарность? Что случилось бы, если бы ваше первое чувство было бы благодарность? Ваше чувство, когда вы засыпаете благодарность? Так что вы ложитесь спать в этом чувстве благодарности. И что это было бы для вашего тела и для того, что вы хотите создать? Люблю тебя, Ангела. Люблю тебя, Ангела. Реально, реально, когда вы чувствуете это, когда вы начинаете быть в этом месте, ничего не важно. Ничего не значит. И если вы в этом пространстве благодарны, ничего такое вообще не важно, ничего не значит. И ваше тело будет меняться. И ваше тело будет меняться. Буквально, в смысле слова, будут меняться. И тогда даже вещи, которые касались неизменимы, они будут меняться. И ваше тело будет делать, что у доктора будет говорить, что это не возможно. Буквально, я знаю, я не должен был ходить по диагнозам врачей. Я должен был даже говорить. Если вы хотите увидеть чудеса в ваших телах, в телах других, начинайте с этого пространства благодатности. Найдите все те вещи, за которые вы благодарны. И я вам скажу, что ваша позволяющая вас и ваша позволяющая всех вокруг вас изменится. И тогда позволение для вас самих и позволение всех от остальных изменится. И вы будете даже благодарны за придурки. Потому что вы можете видеть, что они вам показывают, что вы не хотите больше быть. И вы увидите, что да, они меняются, и они для вас уже не придурки. И вы можете оставить тем, кем они есть. Как классно ли это? И вы можете быть позволяем за их выборами, потому что вы все равно благодарны за их. Вы не можете больше обвинять, потому что вы благодарны за их. И если вы хотите притронуться к телам, если вы хотите притронуться к телам, хотите работать с телами или хотите кого-то излечить. Это то пространство. Это то пространство, которое вы хотите начать. И вы хотите в этом находиться для этого. Я имею в виду, в принципе, вот, пространство, которые я уехала. Моему вы хотите? Моему вы чувствовали? И вот, давайте, вот, когда вы были в кого-то, наверно, был этот опыт, именно в пространстве и работе, что вы чувствовали? Что это было? Почему ваша тела отвечала и хотела быть хоккан? Моя точка зрения об этом? Когда вы приходите к классу, может быть в лобби от гостела, я вас вижу. Я вас вижу из никакой точки зрения. Я вас обнимаю и буду обнимать из пространства благодарности. Что это будет делать с вашими телами? Ваши барьеры будут опускаться. И ваш тела как бы сгораются, они осветляются, потому что вас видят. Из того же пространства. Это ощущение как шампанское, как пузырьки шампанского в теле. Это изменяет нашу реальность. Это изменяет наши тела. Это изменяет нашу тела. Это изменяет нашу тела. Когда мы до них притрагиваемся. Так что алхимия тела – это приглашение, чтобы отпускать. Так что я здесь, чтобы вас пригласить, чтобы быть в позволении себя. Перестать себя судить. И вообще быть в этом пространстве благодарности за себя. Так что вы могли увидеть это волшебство, эту магию. Так что вы можете отпустить все и то, что ваш ум считает, что это важно. И если вы сейчас чувствуете ваши тела, как вы себя чувствуете, как они? Что вы ощущаете, что вы осознаете? Что это? Что это? Я вижу некоторые из вас, что вы пытаетесь не улыбаться. Я вижу некоторые из вас, что вы пытаетесь не улыбаться. А что случилось бы, если бы вы позволили себя ощутить радость, дали себе разрешение ощутить радость себя от самих себя? Кто-то улыбается. Кто-то улыбается, кто-то просто получает удовольствие от этих прысков шампанского. И это действительно классная штука. Это действительно классная штука. Вы можете пройти через стык. Вы можете пройти через стык и просто повлиять людей, просто пройти через стык. Вы можете пройти через выводя из компании, как вы можете пройти через стык. Потому что другие тела будут осуществлять это пространство неосуждения. И это не значит, что вы все еще не видите. Это не значит, что вы придурков больше не видите. Но теперь вы можете посмотреть и сказать, что интересно. Ты все равно придурка, но я тебя любил в любом случае. Ты все равно придурка, но ты мне все равно нравишься. Это магия этого позволения, но нужно начать с тобой. Благодарность начинается с вас. И это все начинается с выбора. Вы выбираете себя видеть. Что вы создаете. Вы выбираете видеть, что вы создаете и идите туда. Это сумасшедствие, да? Я знаю. У меня есть люди, которые говорят, что это не так легко. Это не может быть так просто. И это не так просто. Это не так, как мы хотели быть. Может, это не просто. Может, нам кажется, что надо это сделать тяжелым. Это не так просто. И, понимаете, я все равно практирую и напоминаю себя, что мне нужно найти радость. И мне нужно быть счастливым. И, 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 и. И я, например, до сих пор тренируюсь, чтобы я был благодарным. Я себе напоминаю благодарность этой радости. И еще, и еще, и еще. И, 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 и. Закройте глаза за один минуту поговорки. Глубоко вдохните. И когда вы будете выдохнуть улыбнитесь. А когда вы будете выдыхать, улыбнитесь. И тогда, когда вы вдыхаете, чувствуйте эту благодарность и вытаскивайте это в тело. Когда вы будете снова вдыхать, чувствуйте благодарность и наполните ваше тело от макушки до ног благодарностью. И когда вы будете выдыхать, улыбнитесь. Почувствуйте, как легко вдруг ощущается ваше тело. Даже кто-то у вас находится на работе, пока вы слушаете. Знаете, это здесь, это просто становится частью вас. Я вам желаю прекрасного после обеденного дня и вечера. И помните, вы отборите из-за того, что раньше было, так что вы не позволите быть счастливыми. Так что, не улыбнитесь. Потому что, теперь, когда мы отборили стены, мы все равно должны отборить из-за того, что мы позволили быть и делать. Мы, может, освободились от этих стен, от этих стен, от этих... И, все равно, нам необходимо освободиться от выборов, и, все равно, нам необходимо освободиться от выборов, где мы себя осуждали, и снова, это выбор. Отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо за это. Спасибо за это время. Спасибо за вас. Спасибо за время, которое вы провели со мной. И я буду организовать с Ангелой, и мы сделаем еще зум, когда будет следующий зум. Спасибо. 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 Спасибо всем и до скорой встречи.